Ровно год назад, 2 декабря, на первом в Молдове вышел в эфир первый выпуск новостей. Тогда мы держали кулаки и затеив дыхание, ждали вашей реакции. Сегодня мы готовы сказать вам, нашим телезрителям, спасибо. Ваше внимание – высшая для нас похвала. Это вы позволили нам совершить невозможное. Всего за несколько месяцев наши выпуски вышли на первые строчки рейтингов. Но для нас не это важно. Важно знать, что каждый день в 12, 15, 18 и 21 час ровно вы становитесь частью нашей семьи. Этот год оказался очень непростым для всех нас, для всего мира. Несмотря на трудности, мы постарались сделать так, чтобы зрители первого в Молдове обо всем самом важном узнавали первыми. Субтитры создавал DimaTorzok Главное, чтобы зритель узнал о случившемся первым. Работаем. Буна джоа, Кристина! Буна вам гостя, господи и господи! Каждый вечер, 45 минут эфира, мы делимся всем, что смогли узнать. В свой самый первый день, год назад, мы пообещали, что эти новости будут о вас и для вас. С тех пор отсняты сотни сюжетов. И каждая встреча для нас незабываема. Субтитры создавал Дима Торзок. Они разные, они тоже веселые, в них много радости. Нужно иметь много внутренней силы, для того, чтобы семей такого ребеночка поднять на ноги, для того, чтобы не стесняться его. Я просто восхищаюсь теми женщинами, которые воспитывают таких деток и желаем им всего наилучшего. Если говорить честно о том, что меня впечатлило, то это ребята, которые в сложных жизненных ситуациях находятся, но они не пытаются вызвать к себе жалость. Мальчик, которого мы снимали, он рассказал о том, что он 8 лет находится в этом детском доме. Я была в шоке. Мне осталось в мемории вопросов о полиции в секторе, в районе Орошкани. И я увидел, что это означает, чтобы быть полиции в секторе. Я слышал эту профессию, не знаю, как-то так. Это сложно, не только физически, но и морально. Мы живем с вами в одной стране, ходим по тем же улицам, зависим от тех же решений. И пандемия, ударившая по всему миру, ударила и по нам. Историю пишут люди, но пришел момент, когда люди стали недоступны. Пандемия меня изменила на все, меня изменила и ритм нашу жизнь. Один с установкой пандемии, это началось где-то в марте, с уверенностью, процессы для изучения объектов становились и более сложные, и более сложные, потому что у людей были страхи, они были страхи, чтобы интеракционироваться. Я помню, когда мама, мы должны были снимать с ней историю, с ребенком. Она говорит, я с вами завтра встречусь, давайте встретимся. И вечером мы позвоним, и говорим, вы знаете, да, извините меня, но мне муж запретил выходить из дома. Конечно, мы находили героев, конечно, осознавали, что каждая съемка – это риск. Мы выполняли все санитарные меры предосторожности, о которых рассказывали вам. В редакции вся команда работает только в масках, иногда и по 12 часов. На столе у каждого дезинфектор. В нашей большой семье, а первый в Молдове – это журналисты, операторы, водители, редакторы, монтажеры, режиссеры – каждый понимал свою ответственность. И все же коварный вирус нет-нет, но пробирался и в наши ряды. Истории о переболевших коронавирусом – это истории и о нас тоже. Я не сомневался, я был и я инфекцией. Респирация очень грустная, это было практически самое важное. Это было тогда, когда на каждые два-три слова нужно быть укрепленным, чтобы укрепленным воздухом, потому что не можешь сказать по-другому до часа. Каждый раз, когда ковид запирал наших коллег в четырех стенах, наш отряд и замечал потерю бойца. Смыкали ряды и шли дальше. С двойной-тройной нагрузкой. Вот и свой первый год в эфире мы отмечаем не в полном составе. Как бы я ни старался, как бы я ни соблюдал на выездах и на съемках социальной дистанции, как бы я ни носил маски и перчатки, видимо, где-то допустил оплошность и подцепил заразу. Но в любом случае я в скором времени рассчитываю вернуться в строй, потому что это дело стремительно близится к концу, чего я желаю всем, кто сейчас борется с болезнью. Рядом с вами, нашими зрителями, мы верим, что все будет хорошо. Благодаря вам мы не опускали руки в самые трудные моменты. И благодаря вам и вашему интересу к тому, что мы делаем, мы можем развиваться, экспериментировать, совершенствоваться, заводить новых друзей и узнавать что-то новое. Вот сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что было много хорошего. Вот, например, я, наверное, никогда не путешествовала столько по стране, сколько я путешествовала в этом году. И так получилось, что открыла для себя очень много новых уголков в Молдове, о которых даже не знала. Я приехал в эту команду между первыми человеками и могу сказать, что я чувствовала себя дома. Я не могу просто, не знаю, медицей, официантом, либо еще какие-то... Я не могу просто так подойти к человеку и спросить его «А что вы думаете об этом? О том? А что вы испытали когда?» То есть это будет глупо очень. А в качестве журналисты я имею доступ к чему-то такому сокровенному, может быть. Я надеюсь, что мы не будем в доме 20-ю, если мы не хотим с этой же проблемой. Конечно, не всегда получается с первого раза или выходит совсем не так, как задумывалось. Но для нас это повод лишний раз улыбнуться и поделиться своей улыбкой с вами. В этом саду посажены порядка 120 тысяч слив. В этом саду посажены порядка 120 тысяч слив. Как правило, плоды один к одному соответствуют сорту. Мясистый, послаще, с кислинкой, крупные либо мелкие. Однако в этом году нет. Щиосы гречес в каком? «Проходите, проходите!» «Стекает большое количество воды. Фермери предлагают создать там искусственное озеро. Оттуда можно будет брать...» Ну, понятно, что волосы. «А я там нормальненько, не страшно?» «Одну минуту звонят». «Да, алло!» «Да, бунай зима!» «Дару се видит в траиуреа, чем да ассут парт!» «Аторитата electoralа, гдеамнэ...» «Си ма, ма блучезай!» «Дару поати вин дупо парет!» «Ажунжи в секте, ба...» «Ба, ма...» «Пе cалеа мошилор, care are олатиме до aproximativ 30 метри...» «Ла...» «Стай, ну, nu таи, ласк, я о континуй!» «На царе тречерии пьетони, ва фи факута ши аичи...» «Ежедневно новости первого. В Молдове смотрят от 150 до 400 тысяч человек. Посмотреть наши сюжеты можно также на страничке «Примул.Молдова» в фейсбуке и на сайте «Примул.МД».